Всем привет! И снова на канале Вкусная Индия. И с вами Ирина. Друзья, наконец-то мы выбрались на прогулку в этом маленьком городке, который называется Фурхабад. И сейчас мы посмотрим, какие здесь улицы, потому что это очень старый город, и здесь абсолютно необычные улицы. Я в первый раз такое вижу. Представляете, здесь полным-полно обезьян. Смотрите, здесь сколько много обезьяночек. Эй, привет, дружочки! Вон они везде абсолютно, а там вот кто-то выкинул риса, и он собирает, сидит, рис кушает. Итак, мы идем сейчас по маленькой такой улочке. Посмотрите, здесь машина даже проехать не может. Вообще, посмотрите, какие старые здания. Сколько лет этим зданиям? Нет, не знаю. Может быть, это уже 40-40 лет. Больше 40 лет? 40 лет? Ну ладно, куда мы идем? Туда? Да, куда. Это вот традиционная индийская, ну не скажу деревня, традиционный маленький индийский городок. Здесь абсолютно все необычно. У них конструкция строения вообще не такая. Конструкция домов вообще не такая, посмотрите. И везде решетки, двери. Ну вот раньше, мне кажется, у нас тоже похожие двери были. Очень необычно. Очень узкие улицы. А эта улица, как называется улица, на которой делают сундуки, да? Да. Вот такие вот сундуки. Кстати, к нам в Россию и в наши соседние страны сундуки пришли из Индии. Но здесь обычно это металлические сундуки. Вот здесь вот их делают. А у нас, конечно, они вроде как деревянные были. В общем, эта улица называется улица сундуков, потому что здесь, именно на этой улице делают сундуки. О, это вообще такая старая дверь, посмотрите. Да, вот эти дома. Амир сказал сначала, что какие-то дома 40 лет здесь стоят, а какие-то больше 80 лет. Сейчас вот мы вышли на эту улицу. Здесь она уже немножко побольше. Здесь уже транспорт может ездить. Везде сундуки делают. О, а это что такое? Посмотрите, здесь вообще какие-то полки прямо внутри стен. Это вот все улицы сундуков называются. Обратите внимание, люди абсолютно отличаются от Дели и от других городов. Куда мы ездили, что мы вам уже показывали. И люди отличаются, и улочки отличаются. Необычно. А что они... Вот они делают здесь? Реперировать стабиль. Ага, здесь они ремонтируют батареи. В общем, здесь все... Работа вся из металла, еще что-то. Вот здесь вот прям при вас. Вот, посмотрите, какой большой сундук. Или это шкаф какой-то. Это что он делает? Это что он делает? Вот так, да. Ужас! Сейчас мы выбрались на главную улицу. Она уже побольше, пошире. И здесь, мне кажется, это типа рынка такого. Как мне сказал Амир, здесь продают в этом магазине настоящее оружие. Представляете, здесь легально можно купить ружья. Представляете? Интересно, лицензию на эти ружья нужна или нет? Представляете? Вы можете, это вот все плохо видно, темно. Представляете, это все ружья. Ужас! Вот, да. Поехали. Ты нужна лицензия для этого? Да. Есть лицензия. Есть лицензия, конечно. Есть лицензия для этого? Есть лицензия? Да, лицензия. Есть лицензия? Нет. Они не дают лицензию для всех. для того чтобы купить это ружье вы должны приготовить 20 тысяч рупий и лицензию получить но лицензию здесь мне кажется получить достаточно просто выставляете ружье можно купить ужас но агапку шорай thank you в общем здесь типа аптеки it's kind of chemistry right вот сейчас мы пришли в магазин которому он работает you dance so nice yesterday it was really great to see it thank you нам понравилось как он танцует мы переходим дорогу это очень небезопасно потому что ооо здесь все едут все даже не останавливаются ужас здесь в общем делают сок из-за таких апельсинов посмотрите я не пью такой сок потому что он не особо чистый здесь продают одежду ооо какая мода местная посмотрите-ка вот так вот живут местные жители у них очень маленькие улочки маленькие магазинчики мне кажется все маленькое даже рост у местных жителей они ниже чем допустим в деле и в других больших городах местные жители я не знаю с чем это связано все низкорослые здесь очень мало высоких людей я вот заметила даже по родственникам амиры кто вот отсюда что они пониже чем мы допустим он здесь что продают а это типа чипсов которые нужны и это как чипси да как чипси да сейчас сейчас я пойду туда и в общем эти чипсы жарить его растительном масле они будут вкусными наверное представляете я удивилась сейчас мы вышли опять на главную улицу и я увидела что транспорт не движется сначала я спросила у родственников амира что случилось ну может быть там авария или еще что-то говорят нет это для местности это вполне обычное явление это обычная пробка когда просто транспорт стоит очень долго и никуда не едет вот видите вообще не движется вообще не движется а это старая рикша вела рикша у нас уже в деле таких нет посмотрите вообще необычно а здесь посмотрите я на киньте читать не умею но мне говорят что этот человек легально продает марихуану представляете и это разрешено местным правительством удивительно вот тогда вот тогда вот тогда о я кит на гоха ой ха он 20 рублей только в 20 рублей стоит этот пакетик с марихуаны представляете себе ну что не хотите закурить вангему а здесь продают это сделано из сахара в общем здесь посмотрите еще поменьше эти штучки когда в индии холли то вот это вот сахар из этого сахара делают люди его на это вот маленькие такие штуки очень сильно сахаром пахнет а это здесь их везде продают здесь продают украшения какие-то в общем насколько я поняла здесь продают все о какое старинное здание о это в общем сумма ждет этим воротам 100 лет это наверное самое старое одно из самых старых зданий в этом в этом райончике здесь современный магазин телефона продают о сколько много шума вот представляете мы так медленно идем потому что везде пробки и трафик такой вообще ужасный для детей одежду какую-то продают гольга п а мир их очень любит здесь такая церковь католическая и где-то сколько лет 100 лет в общем построена этот церковь в 1883 году представляете но на виду не скажу что она такая старая интересно а я думала что здесь церквей не существует в этом городке отовсюду ой 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 представляете что мы здесь увидели картошка здесь это местность популярна тем что здесь очень много картофеля растет и здесь делают запеченный картофель у нас как картошку пекут когда у нас остается зала мы туда кладем ее и она готова а здесь представляете картошку кладут в песок засыпают горячим песком и там внутри и там у них огонь то есть это все прогревается и из-за песка картошка готовится вот так вот интересно а этого человек который картошку а здесь мы остановили чтобы выпить а тростниковый сок до этого мы вам показывали там механически все было он заводит мотор и вам уже сок поступает стакан а здесь представляете человек крутит колесо бедняга они его крутят крутят чтобы мотор заработал но не мотора чтобы вот этот вот как их называются чтобы сок выдавить вот тогда сейчас будем пить этот сок вот из таких стаканчиков одноразовых это стаканчики из для меня это стаканчики из-за глины глиняные стаканчики представляете я тоже попробую для лайки мы сейчас продолжаем идти искать магазин где продают самый маленький самосы и здесь в центре дороги посмотрите храм о красивый храм причем здесь немноголюдно а это храм бога гонеша и я думаю из-за короны посмотрите туда люди заходить не могут они вот могут только подходить близко и все но они вовнутрь не заходят вот так вот посмотрите у нас уже стемнело а это местная пекарня они здесь что-то делают булочки так вот представляете вот такая вот у них печка это прям настоящая печка как у нас раньше были и тут же все пакуют агангаб но в общем посмотрите здесь у них такая вот пекарня маленькая ну трудно назвать что это пекарни потому что здесь вообще все черное тут вам раскатывают эту вот лепешку потом в печке обжаривают и тут вот он их упаковывает ну типа слоеное тесто такое интересно и наконец-то мы пришли до того места наши у нас уже смело где продаются самые дешевые самосы они всего стоят 5 руби здесь вот уже готовые лежат до маленькие достаточно маленькие тем обычные а вот это вот готовят для нас мы заказали 15 штучек о такие уже клевые а там здесь продают также а такие сладости это называется будь я потому что через несколько дней будет холи и также наши любимые была в диму на ну ладно сейчас мы получим эти самосы нам их запакуют и мы пойдем пить чай ну что тебе понравился прогулька ну в принципе я не ожидала что этот городок такой маленький такие узенькие улицы но они все переполненные народом но честно говоря а это такой необычный опыт где все новое но по-новому готовят ну точнее для них это традиционные наверное блюда и традиционные метод как они готовят я увидела как делают жестяные сундуки а сейчас мы с самосами отправимся к родственнику чтобы попить чай на этом у нас друзья все если вам нравится на сегодня вы делаете авто на ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал увидимся очень скоро и мы вас очень любим пока 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 друзья пока пока друзья